В этом видео мы покажем вам 10 интересных мест, которые советуем посетить в Пафосе. Нумерация достопримечательностей дана в произвольном порядке. Номер 1. Прогулка по набережной Пафоса. Скажем честно, набережная не такая зеленая и красивая, как в Лимассоле. Но в ней тоже есть свой колорит. Здесь она более миниатюрная. Повсюду вы найдете прилавок с местными товарами, будь то сладость или сувенир на память. Рыночки чередуются с ресторанами, где можно выбрать блюда на любой вкус. От стейка до свежих морепродуктов. Городская набережная небольшая, но пешая тропа продолжается и дальше на 12 километров вдоль моря и всех отелей. Посмотреть всю тропу можно в отдельном видео. Номер 2. Археологический парк Пафоса. Парк представляет собой останки древнего города Пафа, основанного греками вскоре после Троянской войны, в 12 веке до нашей эры, и называемого сейчас историками как Неопафос. Город был окончательно разрушен симметрясениями в 4 веке нашей эры. Здесь можно увидеть развалины амфитеатра, городской площади и целых улиц с колоннадами. Особо ценными являются хорошо сохранившиеся мозаики 2 и 3 века нашей эры. Они находятся в доме Диониса, принадлежавшего богатому горожанину. Его усадьба была площадью 2000 квадратных метров и занимала целый квартал. В доме было 40 комнат, из них 15 с мозаикой, выполненной на тему древнегреческой и римской мифологии. Другие мозаики находятся в доме римского проконсула. Возможно, даже в доме Цицерона, который некоторое время был проконсулом на Кипре. Обязательно почитайте о мозаиках в Википедии перед визитом. Будет гораздо интереснее, если вы будете понимать их сюжет. Также в парке находится крепость крестоносцев Саранто-Колонос, что означает «40 колонн». Крестоносцы захватили остров во времена первых крестовых походов. Крепость была построена из руин древнего города и простояла до землетрясения в 1222 году. Номер 3. Голубая лагуна на полуострове Акамос. В 50 минутах езды на север от Пафоса находится курортная деревня Лачи, из которой отправляются морские круизы в голубую лагуну заповедника Акамос. Это путешествие подарит вам массу удовольствий и ярких впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Номер 4. Столб апостола Павла Недалеко от гавани Пафоса и археологического парка находится церковь Панагия Крисополитиса, в переводе «Церковь Всесвятой Богородицы Златограды». Она была построена на месте Древнеримского форума, развалины которого можно наблюдать вокруг церкви. В 45-м году н.э. апостол Павел посещал Пафос и читал свои проповеди здесь, на этом форуме, за что был схвачен римскими властями и бичован у одной из мраморных колонн. Эта колонна сейчас является достопримечательностью Пафоса. В 2010 году Кипр посещал Папа Римский, и это место было первым в списке его визитов. Церковь имеет интересную историю создания и перестройки. Обязательно почитайте перед визитом. Номер 5. Ущелье Авакас. Оно находится в 20 км от Пафоса. Здесь проходит, пожалуй, один из самых удивительных пеших маршрутов на Кипре. Сначала вы идете по открытой живописной тропе, а затем входите в узкий скалистый каньон, который был образован горной рекой за миллионы лет. Общая длина маршрута вместе с тропой 3 км. Местами вам придется идти прямо по воде, а иногда и под струями воды, стекающей со скал. Здесь очень красиво. В середине ущелья вы заметите большой камень, который застрял в скалах на высоте 20 метров. У этого места есть тайна. В одной из стен недавно был обнаружен вход в пещеру, которая на глубине 70 метров выводит в галерею подземных залов. Ученые еще не до конца исследовали это место, но там уже были найдены наконечники стрел и глиняная посуда, возможно, времен Медного века. Номер 6. Царские гробницы. По сути, это большой некрополь в двух километрах от Пафоса. Своё название гробницы получили не от захоронения в них царей, а от их великолепия и убранства. С IV века до нашей эры и по III век нашей эры здесь располагались склепы местной аристократии и высоких должностных лиц древнего Пафоса. Подземные гробницы были вырезаны прямо в скале. Некоторые из них имитируют обычный дом, а другие скорее напоминают маленькие дворцы со своими колонными залами, пресками и внутренними двориками. На стене одной из гробниц можно найти герб царской династии Птоломеев с изображением двуглавого орла. Во время правления римлян царские гробницы служили местом убежища для первых христиан. О существовании комплекса гробниц около Пафоса историкам было известно давно, но первые официальные раскопки начали проводиться лишь в 1970-х годах. К этому времени большая часть гробниц была уже разграблена. В настоящее время раскопки комплекса продолжаются. Номер 7. Затонувшие корабли. В трех километрах на север от Коралл Бэй можно увидеть корабль Эдра Третий, который затонул прямо у берега в результате череды неудач. В декабре 2011 года судно вышло из Лимассола в плохую погоду и направилось на Родос с грузом гипсокартона. С наступлением темноты сильный ветер и бурное море сбили корабль с курса. Но это еще полбеды. Восстанавливая курс, судно налетело на подводные рифы в десяти милях от берега. В результате столкновения двигатель вышел из строя и сухогруз стал неуправляемым. Теперь корабль болтался в море по воле ветра и волн. Эдра Третий дрейфовал так всю ночь, пока наконец под утро его не выкинуло на скалы в этом месте. Все члены экипажа были доставлены на берег вертолетом. И, как выяснилось, у капитана был поддельный сертификат допуска на управление судном. В течение двух лет с корабля было удалено все топливо и другие загрязняющие вещества. Проводились попытки снять судно с мели, но все они потерпели неудачу. Демонтаж корабля оказался слишком дорогим и сложным. По всей видимости, Эдра Третий навеки останется лежать здесь, привлекая туристов в расположенное рядом кафе Онира, в котором, кстати, вкусно готовят. Похожий инцидент произошел возле Пафоса с судном Деметриус II, которое шло с грузом леса из Греции в Сирию. Во время сильного волнения корабль налетел на мель в одном километре от берега, где и находится по сей день с 1998 года. Экипаж был спасен вертолетами. Сертификаты капитана и его помощника оказались также поддельными. Корабль стоит на мели напротив отеля King Evelfan Beach Hotel. Номер 8. Камень Афродиты Согласно классической древнегреческой легенде, Афродита родилась из волн и пены морской, бьющихся об этот камень. Поэтому в древние времена главный центр поклонения Афродите находился в Пафосе. Позднее римляне также называли ее Венерой. По другой версии Афродита родилась возле острова Кетира, когда бог Уран был разрезан его сыном Кроносом. Тело Урана упало в море, и вода начала пениться. Внезапно очень красивая девушка вынурнула из пены и появилась на поверхности. Остров Кетира не понравился Афродите, и ветер перенес ее в раковине на Кипр, где она вышла на берег возле этого камня. Современное название камня Афродиты Петра то Рамиу, скала Римлян, относится к легенде о герое Восточной Римской империи 9 века н.э. Дигенису. Дигенис был наполовину Сирии, наполовину римлянин. Отсюда и происходит его имя, означающее двоерожденный. Согласно легенде, Дигенис низверг огромный камень в сторону вторгающихся на остров Сарацин. Поэтому другая большая скала, расположенная неподалеку, носит название Сарацинская скала. Номер 9. Кафе Сия Ю Бич Бар. Оно находится недалеко на юг от Корал Бэй. Это замечательное место, где можно посидеть за столиком прямо на пляже. Шум волн и морской пейзаж создают расслабляющую атмосферу. Закажите себе любимый напиток и наслаждайтесь прекрасным видом на морской закат. Это заведение не стоит рассматривать как ресторан. Еда в основном фаст-фуд. Оно больше похоже на бар с разнообразной картой коктейлей. Столики, конечно, лучше бронировать заранее. Название пляжа Патима Бэй. Здесь можно купаться, но с осторожностью. Опасайтесь подводных течений и волн. Номер 10. Монастырь Святого Неофита. Монастырь находится в 20 минутах езды на север от Пафоса. И имеет необычную историю и архитектуру. Он был основан в 1159 году монахом Неофитом Затворником. С 18 лет Неофит был послушником другого монастыря на севере острова, где стремился стать отшельником, но не получал у настоятеля разрешения на это по причине его молодого возраста. Спустя несколько лет, когда Неофит возвращался из паломничества по Святой Земле, он отправился в безлюдные горы около Пафоса, где поселился в маленькой пещере. На протяжении долгого времени монах вручную выдалбливал в скале новое пространство. В итоге он сделал келью с приготовленной для себя могилой. А возле выхода поставил из мраморной плиты святой престол для богослужений. Пещера называется Энглистра, что переводится как «Место уединения». Спустя 10 лет к отшельнику присоединяются другие монахи, и жилище Неофита постепенно разрастается в небольшой монастырь. В скале вырубаются новые кельи и помещения. Среди достопримечательностей выделяются также фрески, нарисованные на стенах пещеры еще при жизни Неофита. В наши дни монастырь становится особенно многолюдным 28 сентября, когда празднуется день святого Неофита. Это были 10 самых известных достопримечательностей Пафоса и его окрестностей. Надеемся, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете много полезной информации о Кипре. Хорошего вам отдыха! Продолжение следует...